Голос сказал Заруби их до смерти И я послушался Потому что был под властью чего-то Что не мог понять Из признания преподобного Джорджа Келли Всем доброго времени суток, дорогие друзья Сегодня речь пойдет о действительно жуткой истории Которая буквально облетела весь мир Это убийство в Велиске США, штат Айова А перед просмотром этого видео Хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал Ссылка на него в описании под этим видео А также в закрепленном комментарии Именно там выходят все самые интересные новости О моем канале А также подписаться на мой ютуб-канал На котором вы уже сейчас находитесь Ну что ж Приятного просмотра Печальная история массового убийства топором в Велиске В конце Тихой улицы в Велиске, штат Айова, США Находится старый каркасный дом белого цвета Неподалеку от него расположилась группа церквей А в нескольких кварталах растет парк с видом на среднюю школу Старый каркасный дом белого цвета практически ничем не отличается от других домов в этом районе За исключением того, что он пустует Приблизившись к нему, вы увидите, что входные двери наглухо заколочены Надпись на маленьком знаке, который висит на досках, гласит Дом, где произошло убийство топором в Велиске Старый каркасный дом белого цвета ныне заброшен А когда-то он был наполнен жизнью Жизнь, которая была внезапно прервана теплой летней ночью 1912 года Когда в дом ворвался таинственный незнакомец И до смерти забил его восьмерых спящих жителей Данный инцидент впоследствии стал известен как убийство топором в Велиске Вот уже более 100 лет он продолжает тревожить умы стражей правопорядка 10 июня 1912 года члены семьи Мур спокойно спали в своих кроватях Джо и Сара Мур спали на втором этаже А их четверо детей в комнате в конце коридора В гостевой на первом этаже отдыхали две девочки Сестры Стиллингер, которые пришли в гости с ночевкой Вскоре после того, как часы пробили полночь В дом через незапертую дверь В то время это считалось нормой для небольшого безопасного и спокойного городка Пробрался незнакомец Он взял в руки масляную лампу, стоявшую на столе И начал бродить по дому, освещая себе путь В другой руке у него был топор Сначала незнакомец поднялся вверх по лестнице Казалось, он отлично знал планировку дома Он миновал комнату, где спали дети И направился в спальню мистера и миссис Мур Затем он пробрался в детскую После чего спустился на первый этаж в гостевую Когда грязное дело было завершено Незнакомец ушел так же тихо и незаметно, как и пришел Он взял ключи от дома и запер за собой дверь На следующее утро соседи забили тревогу Их насторожило то, что в доме, где обычно было шумно, стояла мертвая тишина Они сообщили об этом брату Джо, который приехал спустя какое-то время Чтобы посмотреть, не случилось ли чего У него был ключ от этого дома И его едва не стошнило от того, что он увидел, когда вошел внутрь Все в доме были мертвы Незнакомец забил восьмерых человек до неузнаваемости Полиция определила, что сначала были убиты родители Причем преступник так яростно это делал, что при взмахе повредил топором потолок над кроватью Тело Джо Муру претерпело по меньшей мере 30 ударов Лица родителей, ровно как и детей, превратились в кровавое месиво Однако больше всего полицию встревожило вовсе не состояние тел жертв После убийства семьи преступник, очевидно, провел какой-то ритуал Он накрыл головы родителей простынями, а лица детей одеждой Затем он обошел каждую комнату в доме, завесив все зеркала и окна с косертями и полотенцами В холодильнике на кухню он взял килограммовый кусок сырого мяса И принес его в гостиную вместе со связкой ключей В доме также была найдена чаша с водой и кровью По мнению полиции, убийца вымыл в ней руки, прежде чем покинуть дом Тому времени, как полиция, священнослужитель и несколько врачей успели тщательно исследовать место преступления Слухи о жестком убийстве распространились по всему городу И возле дома собралась огромная толпа людей Чиновники предупредили горожан о том, чтобы в дом никто не входил Однако, как только они разъехались, по меньшей мере 100 человек толпой вломились в жилье Где произошло кровопролитие Поддавшись своему мерзкому любопытству, один из них даже взял фрагмент черепа Джона память Что касается убийцы семьи Мур То полиция попыталась найти его по горячим следам Но тщетно Большинство чиновников были убеждены в том, что преступник давно сбежал из города К делу были привлечены ищейки Однако и это не дало никаких результатов Поскольку горожане устроили настоящий хаос на месте преступления Спустя некоторое время были названы несколько подозреваемых Однако, ни один из них, как оказалось, не был причастен к убийству Первым был Фрэнк Джонс, местный бизнесмен, который конкурировал с Джо Муром Мур проработал на Джонса, который занимался продажей сельскохозяйственного оборудования В течение семи лет После чего уволился и открыл собственный бизнес Также ходили слухи, что Джо крутил любовный роман с невесткой Джонсона Как бы там ни было, по словам горожан, Мур и Джонс питали глубокую ненависть друг другу Однако, вряд ли последний стал идти за нее на такое жестокое убийство Второй подозреваемый имел более правдоподобные мотивы И даже признался в совершении преступления Правда, позже он отказался от своих слов Заявив, что сделал признание под давлением полиции Лин Джордж Джаклин Келли был английским иммигрантом Который страдал от сексуальных девиаций и психических проблем В ночь убийства он находился в городе и уехал из него рано утром Некоторые сомневались в его причастности к убийству Поскольку с виду он был щуплым и кротким человеком Тем не менее, присутствовали определенные факторы Которые, по мнению полиции, делали его идеальным подозреваемым Келли был левшой, как и убийца Также многие видели, как он постоянно наблюдал за членами семейства Мур В церкви и прочих общественных местах Через несколько дней после убийства Келли сдал в химчистку в соседнем городке окровавленную одежду Кроме того, согласно имеющимся сообщениям Он представился офицером Скотланд-Ярда И попросил полицию предоставить ему доступ к месту преступления После долгого допроса Келли в конечном итоге подписал признание С подробным описанием преступления Однако спустя некоторое время он отказался от своих слов И присяжные не стали ему предъявлять никаких обвинений В течение многих лет полиция изучала всевозможные сценарии Которые могли привести к убийству семьи Мур Это был единичный случай или же часть цепочки серийных преступлений Был ли преступник местным или заезжим Вскоре стали появляться сообщения о похожих преступлениях Совершавшихся по всей стране И хотя они были не столь ужасными Их с убийством семьи Мур объединяли две общие черты Топор в качестве орудия убийства и масляная лампа Тем не менее полиции не удалось обнаружить никаких зацепок В конце концов интерес к делу остыл И дом был заколочен Так он стоит себе в конце улицы, никому не нужный А вокруг него продолжает кипеть жизнь Невзирая на те ужасы, которые произошли в нем много лет назад Сейчас поместье в Велиске, штат Айова Излюбленное место охотников за привидениями и любителей ужасов В 1994 году дом приобрели новые хозяева И в результате реставрации поместье приобрело вид того самого места трагедии 1912 года Так дом превратили в туристическую достопримечательность И теперь здесь можно остановиться на ночь за 428 долларов Посетители отеля часто подмечают, что в доме творится всякая чертовщина В строении часто можно лицезреть видения Слышать шаги и голоса бесплотных сущностей Особенно широко распространены доказательства наличия в доме призраков С помощью специально настроенной электроники очевидцы неоднократно фиксировали смех или плач В последнем случае одни из них говорят другим о необходимости прятаться Все это позволяет этому строению находиться в многих списках наиболее известных домов с привидениями Как сообщает издание Vice Ноябрь 2014 года для хозяев дома выдался особенно мрачно Здесь с друзьями остановился Роберт Стивен Лорсен-младший Которую позже товарищи нашли с ножевым ранением грудной клетки Предположительно нанесенной им самим Друзья вызвали службу спасения и молодого человека на вертолете доставили в больницу Заявили потом в полиции Лорсен нанес себе ранение около часа ночи 0.45 Примерно в то же время в 1912 году в поместье началось массовое убийство Лорсен оправился от ранений Но так и не рассказал, что на самом деле произошло той ночью Этот инцидент огорчил хозяйку поместья Марту Лин Конечно, дом получил огласку Но совсем не в том ключе, в котором я предполагала Мне бы не хотелось, чтобы посетители приезжали сюда с опасениями Что с ними может произойти подобное Дом и сегодня открыт для туристов В дневное и в ночное время